Никогда больше и когда же снова. Такие мысли возникают у археологов при слове «раскоп». Всё зависит от периода погружения в прошлое. Вместе с исследователями тайн наши коллеги с Ямала отправились на раскопки святилища Усь-Палуй, чтобы увидеть новые древние артефакты и испытать на себе трудности и радости археологии. Лопата используется только на начальном этапе погружения в прошлое. Слишком тонкий и хрупкий культурный слой, поэтому археологи используют мастерки, совки и даже кисточки. Копать приходится в полусогнутом состоянии. Быстро затекает спина и хочется размять ноги. Но физическая усталость – не главная сложность на раскопках. Каждый день нас спрашивают, золото ищите? И удивляются, что мы начинаем уже грубить в ответ. Когда тебя за день пять раз спросят про золото, уже хочется вылезти и укусить кого-нибудь. Невзирая на сложности, археологи редко отвлекаются от раскопа и уходят отдыхать. Слишком велик интерес. А на этом памятнике Усть-Палуй сотни и тысячи загадок. Поэтому он так влечёт исследователей. Студенты из Екатеринбурга приезжают уже третий год. В первый раз были на практике, сейчас по собственной инициативе. В первое время мы радовались даже кусочку керамики или какой-то косточки. Но потом это стало уже для нас обуденной находкой. Ну, в первый год, что мы такого интересного находили. Мы нашли бронзового человечка. Очень интересного. Желание найти что-то уникальное здесь оправдывается с лихвой. На святилище хорошо сохранились останки древних костровищ, вокруг которых почти две тысячи лет назад люди совершали обряды и что-то мастерили. Усть-Палуй отличает большая концентрация древних артефактов из бронзы, кости и дерева высочайшего художественного уровня. То количество произведений древнего искусства, которое здесь имеется, ну, это, мягко говоря, это эрмитаж древности. Я даже не знаю, третиковка, с чем это сравнить. Этот год не стал исключением. Обнаружены фрагменты деревянного настила. Найдены уникальные предметы – орудия труда, ложки с головами животных, бронзовые фигурки ритуального назначения. Из особо ценных и удивительных – костяная сова. Миниатюрная и изящная. Все предметы единичные. Повторов практически не бывает. Теме отличается один полевой сезон от другого. Кстати, этот уже завершился. С одной стороны, это некоторое облегчение, и можно выдохнуть от напряженного этапа работы. С другой стороны, ощущение очень быстрого прохождения как раз в период эроскопа, поскольку подготовка занимает, пожалуй, больше времени, чем сами раскопки. Поэтому, с одной стороны, и радость, с другой стороны, некоторая тоска, что полевой сезон завершается. Зимой вы скучаете по раскопкам? Особенно к весне. Осень и зиму археологи посвятят составлению отчета, описанию и систематизации находок. А к весне снова начнут видеть усть-полуйские сны и собираться на раскопки. Дело это сложное, но удивительно интересное.